Телеканал «Самара ГИС» совместно с ветеринарным центром «Флагман Вет» продолжают уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра «Флагман Вет» спасли сотни животных, сотни приютили. Проект телеканала «Зоопатруль» расскажет о том, как доставали собаку с 10-метровой глубины. Собака по кличке Рыжуля для сотрудников ветеринарного центра пациент особый. Случай ее спасения по-своему уникален. По словам спасателей, такое в их практике произошло впервые. Случай с Рыжулей – это, скажем так, уникальный случай спасения, когда собака упала с высоты больше 10 метров вниз и не получила никаких травм, кроме легких ушибов и испуга, хотя, казалось бы, могла и погибнуть. Как предположили сотрудники ветцентра, Рыжуля ночью просто не заметила открытый колодец и упала вниз. Волонтеры близ стоящих домов регулярно подкармливают бездомных собак. О том, что откуда-то из-под земли слышен скулеж и собачий лай, им сообщили сотрудники торгового центра. Мы зашли за ТЦ, там мусорные баки, и сток идет, слив. Я туда посмотрела, лай был оттуда, слышно. Я смотрю, никого нету. Думаю, батюшки, откуда же она лает-то? Смотрела, смотрела, думала, сам решила пройти дальше. Мне сказали мальчишке наше, что там есть еще колодец, что это слив идет, ливневка вся вот эта. Я туда сходила, там железные ворота открыли, а там колодец огромный. Я туда смотрю вниз, а она там глазами на меня лупит, смотрит. Самостоятельно вызволить из колодца собаку волонтеры бы не смогли. Они приняли решение вызвать ловцов из ветеринарного центра. Ситуация крайне серьезная, потому что открытым стоял сточный колодец, состоящий из 10 метровых колец, без лестницы. То есть человек туда мог спуститься только по веревке. Естественно, никаких приспособлений там даже рядом не было. Более того, в такой колодец может упасть ребенок, и я боюсь, что это только у кошек и собак несколько, да, в жизни, как говорится. Например, человек здесь явно может получиться очень серьезную травму или даже погиб. По счастливому стечению обстоятельств, группа ловцов находилась на выезде неподалеку. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова и принялись за работу. Сначала убедились, что собака жива и в колодце нет газа. Но спуститься на почти 10-метровую глубину с имеющимся оборудованием не представлялось возможным. Пришлось срочно приобретать все необходимое. Заехали, купили там все, что необходимо, веревки, там все это дела, карабины. Но когда я только подъехал, я сразу понял, что я тогда по-любому залезу. Я тогда когтями буду рыть туда, но залезу. Экипировались, грубо говоря, залезли. Собака была настроена недружелюбно. Я думаю, из-за того, что она сама не поняла, что-то не произошло. Чтобы собака не оказала сопротивления и позволила себя вытащить из колодца, ей пришлось вколоть успокоительные. Затем началась непосредственно спасательная операция. О, моя девушка. Удивительно, что рыжуля, упав с такой высоты, не получила никаких травм, кроме психологической. Сейчас она находится в приюте, где за ее здоровьем наблюдают специалисты. Животное провело около 12 часов в ледяной воде. Безусловно, там очень холодно. Там есть ледяная вода, которая стоит на дне колодца. Так что рыжуле очень повезло. Я думаю, что она скоро вернется в то место, где ее любят и кормят. Колодец, надеюсь, больше никогда не будет. Волонтеры с нетерпением ждут, когда рыжуля вернется на место постоянного обитания. Колодец сейчас стоит закрытый и не угрожает ни людям, ни животным. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова